Слава Тебе наш Господь, Благодарим Тебе за милость и ягодную мать. Слава Тебе, Счастья и Поклонения, Слава и Благодарения Тебе, Святой Духа. Аминь. Аминь. Ну что, в храме были? Да. Не молились или просто так стояли, спали? Молились. Молились. Как трудно поверить в это. Взрослые стоят два часа с лишним. Пять и семь пришел, еще никого нет. И еще нельзя сделать. В Греции, в Сербии даже литургия 45 минут сокращенно. В Греции там стоят скамейки, как у баптиста. Все сидят православные, встали, помолились. В России ничего не движется. А старая бляция говорит, а у нас 6 часов. А иногда бывает 12 часов. За счет 12 часов. Когда молодые здоровые ребята, прошедшие конкурс в университете, и 45 минут только выдерживают. А дальше нужен ему отдых. 45 минут. Это предельное, где может напрягаться. А тут такие слова считают. Да еще бы простыми словами, а то на церковнославянском. Даже считать его, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Никто еще не знает. И как люди верят православию, понятия не имеют. Так вы против православия? Не против, но сделать его понятным. Малым детям не знаешь, что сказать дать. Ты идешь, чтобы кровать с собой не искать. Она сложится. Чтоб не упали. А и падает иногда. Я хотел сказать, вот кащели. Смотрите, тарзанка. Если ты промахнулся, то не крутись на веревке. Крутиться нельзя. Веревка портится. Держук утонулся, другой подскочил, еще его дальше нагарнул. Когда кто на тарзанке, его не трогайте, не прикасайтесь. Тем более сверху толкает, его раскачивает. Этого нельзя делать. Кто будет нарушать, больше к тарзанке не подойдет. Слышали? Потому что это нарушение не простое. А вы сами себя под удар ставите. Мы сегодня где работали, замкнули кольцо. Вокруг озера. Такая работа большая, огромная была. И все помогали, помогали. Приезжающие. Вчера приехал Василий. Видишь, у меня рука такая. Три осы жаркнула руку. Какая надутая. Гнездо не видел, висит гнездо. Меня рубанул по дереву. А они там затряслись, а выскочили. Кто нас трогает? Я бежать. А, это он бежит. Догоняет одна шваркнула, другая. Помогай, он бежит, а то убежит. Вторая жваркнула. Кого еще сегодня ужалил? Вот. Кто подходил, но гнездо все-таки свалили. Подкрался у меня Василий, вот так вот. Когда все вокруг выкосили. Ударил по этой косой-то и повалили гнездо. И как, хотели бензином оближечь. Пищек нет, ни одного курящего нет. Осы. У осани пчела. Пчела один раз только ужалить может. У нее зазубринка, как удочка. И у нее кишки вытаскиваются. Она погибает. А у осани, как шило, она ткнула в одном месте, в другом, в третьем. Почему называется осиное гнездо. И свели на осине. Меня спрашивает Василий, может потому осиное есть, что осиное гнездо на ней. Мы обходили ее. Больше никого не ужалило. У меня ужалило, но улетело и ничего не растут. Понятно. Ну я первый был разведчик. Видишь, как разведал. Горит только огнем. Это не шерший. Так, нарушения какие были в храме? Да нет. Нет? Ну вы водите маленько. Позанимайтесь с ними. Я бы там качели поставил где-нибудь в прихожей. Чтоб поиграли и зашли. Ну не понимают ничего. Прям криком кричит. Так, ребята. Почистите сейчас печку. Сейчас закончат это дело. Скрыть надо. Посмотреть какая ширина. Расширить. Ну вы еще такие немощные. Ну не мне же туда опять лестница. Я ее делал. Может быть там ее зажало как глянуть. Ширину можно сделать побольше немного. Посмотреть. Если высота кирпич поставить 25 см. То ширина достаточно 12,5 см. Посмотреть. До конца посмотреть. Почему она стала дымить. Но она же дымит. Там решетка сверху. То ли туда боялись кто-то кинет что-то. Я решетку отмотал. Взял там палочку нашел. Маленько Саша полетела. Но дым все равно идет. Сберите борозды в свои руки. Правление. Новости какие. Звонит сейчас или звонит. Как не знаю правильно. Для меня все звонит. Женщина одна и говорит. Я была у вас понятым. Понятым. То есть заранее едут со своими понятыми. То есть они уже заранее знают что тебя расстреливать будут. Я первый раз это вижу. Понятые берут. Ну когда. Что-то криминальное. Они едут не знают. Будет ли это нет. А уже своих. Это опыт у них есть. И она. Что бы ни было она распишется. Ну ее паспорт там. Уберите мой паспорт. Какое отношение паспорт имеет там. Мои данные. Ну и как убрать. Я и не ставил. Говорю и как. Надо до администрации дозвониться. Оставят у нас не в одном. Еще копируют. Еще дубль делают. А от нас берут. Которые в круге свои. То есть они к себе перекачивают. Три с лишним миллиона просмотров. Просмотров на все. Где его смотришь то. Иная сразу себе все. Он получает ролик. У него на столе сразу получается. Ну сейчас все таки сумел до администрации добиться. Говорит можно бы сделать это. Не сразу. Пропадает все надписи и посещаемость. На нуль сразу станет. А то новая заливка должна быть. Не знаю как это будет. А женщина говорила. Прям в страхе в таком. Ой. Уберите. Что ты боишься то. Чего боишься. Страх это помощь. Лишение помощи от рассудка. Сираков говорит. Лишение помощи. Ввязался в это дело. Видимо видит что оно не благополучное. Не медом пахнет. И уже отскребает от себя. А мои данные. Ну какие там данные. Они везде твои данные известны. Вот пойдешь пенсию получать. Паспортные данные. Все копируют. Куда бы ни пошел. Везде копируется. Я вообще этого не понимаю. Игра какая-то. Сейчас пытался дозвониться до нее. Успокоить. Что когда то могут сделать. Никого никто не отвечает. Прям жалко даже. Говорит. Прямо видно что в страхе. Я говорю. Вас заставили это. Что то вас трясучка это бьет. Прям жалко даже. Что с людьми делают. Мои паспортные данные. Это мои данные. Я могу уходить в паспорт. Все время открытый. Смотрит. А что там считать. Имя. Фамилия. Отчество. Где получен паспорт. Тайны никакой вообще нету. Там не написано что я вор. Разбойник. Блудник. Паспорт. Это убрали даже. Национальность убрали. Да какой же это паспорт то. А почему. Потому что евреев высчитывали. Евреи поставили вопрос убрать. Раз убрать. Значит ни еврея ни русского нигде нет. Ну в паспорте то вообще нету. Почему не написать. Бык. Корова. Баран. Осел. Верблюд. Мы же. Паспорта на животных то выдают. Собака. Значит. Кобель. Самка. Сука. А то придумали. А кто родился. Мальчик или девочка. На собак. Мальчик девочка. У кошки у собаки мальчик девочки. Вообще. Своих детей поубивали. А мальчиком называют собак. За стол. Поточки. 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 Молодцы. Давай. Садитесь. Съешься. Надо почистить. Если дым идет. Вы должны все сделать. Возьми это. Вы Таня. Помогать будет. Глину доставать. Ему там размешивать все. На одной глине можно без песка. Сегодня чтобы заново проверить. Кирпичи очистить. От сажи. Прямо руками. А эту прокрутить палочкой. В трубе. И зайти по трубе. Где она там идет. Под руковку. Комары заедают. Кому сухари надо будет. Алеша. Ну что ты у меня. Иди сюда Алеша. Ну. Чтобы ты симпатичный у меня тут был. Подождите. Сейчас сук дадут. Маленькие мои. Маленькие мои. Давайте ложки сюда. Копай. Вижу Никитину. Люся и Крестик. Никитик крестик. Меси. Виталий тебе я. Крестик. На консульт не роняйте. Ну и какие-то столишки надевайте. Вас не питают. Помоете. Это морковка, большая зерка, на нее удобно. Я говорю, ну можно что-то сделать, а поставь где-то на бутылку. Ну это мне рекорд, 81 праймал. Вот, 81.